всем привет 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 сейчас выезжая со двора смотрим там маски встречается с банды в которой место у них все время они бегают со двора парень сидит парапет как бы да парапет как называется газон отделяет в общем это такой вот сборчик небольшой сидит и в телефоне играет видимо родители сейчас такое время вот раньше насколько я помню да нас домой фиг догонишь воды попить даже чтобы потому что домой зайдешь родители загонят то есть мы вообще пропадали все на улице сейчас видимо ребята все-таки выгоняют из дома видимо да все-таки компьютер и только мы они видимо как постараемся во двор на скуку как бы это из дома править чтобы она погулялся же воздухом подышал скинем и они такие время меняется люди меняются поколение меняется вот значит что мы хотели сказать мы сейчас едем за ковриком островка небольшой хотим купить раз мы взяли столик для обзоров рядом со столиками постели коврик сейчас не знаю ковер на как его назвать вообще островок сейчас поедем посмотрим цены в залезли на сайт и цены конечно опять ребят бешеные чудака это еще ерунда смотрим может так живу это что-то подешевле на через интернет ничего не нашли вообще лазили лазили очень марина с утра сам сидела смотрела ничего не нашла подходящего тем более подсветка отдельно как и на вживую смотреть цвета цвета и размер как-то я визуально не могу определить по интернету что конкретно будет и как он будет смотреться там еще у нас получается где мы писали про магазин много мебели там молодой человек тоже выложил свое видео ну как получать ссылочку на свое видео комментариях где его тоже с диваном обманули то есть это видимо все распространено не так что личные какие-то случаи то есть это заказ это очень плохо заказывать видимо мебель потому что я посмотрел вылез вот именно как бы в ютюбе посадь пошарился отзывы компания много мебели то есть там очень негатив много ребят вообще видеозаписи кстати есть некоторые отзывы причем у нас на канале тоже мы их не опубликовали которые видимо от сотрудников и да и много мебели не пишут что доставили якобы через полтора месяца дивана еще заплатили неустойку 2000 поэтому ни одна компания добровольно неустойку не платит я в своей юридической практике причем снасу ссылку дают прямо на это видео компания что конкретный диван мы ребят знаем причем как бы не беру раз с таким сталкиваемся когда сотрудники понятно что зрелист вывел не отдал они отслеживаются и вот эти вот такие проблемные вопросы и и стараются как то компенсировать тем самым что вы смотрите все таки же у нас хорошо а фактически если забиваешь там Много мебели, да, проблемы там, там вылазит очень много видео, ребят, как бы, и не только видео, я по форумам полазил. То есть, действительно, заказывать мебель под заказ, это, ребята, на сегодняшний день в России, как бы, это, ну... Кота в мешке может быть. Кота в мешке, да. Как повезет, можете взять хорошую вещь, да, а можете взять... Мы с тобой правильно сделали, приехали, выбрали диван, и конкретно этот диван нам с тобой доставили. Вот вчера ходили столик, выбирали, то есть нам говорят, давайте под заказ, давайте под заказ. Мы говорим, нет, мы лучше вот сейчас найдем, да, мы потратим больше времени, то есть, ну, мы можем... Ну, да, вчера пять часов проездить, да. Пять часов, действительно, мы там и рекорд побили свой по ходьбе, то есть у нас там это... У нас там вечером не пришли гулять. Да-да-да, на кауни вечером просто уже это... болело от того, что мы действительно гулялись вообще. Но, с другой стороны, мы купили то, что мы хотели, и мы купили вот сейчас и здесь. То есть, да, взяли в коробки, запакованы все, но мы проверили, что там не биты, ничего. И я собрал, ребята, вот честно скажу, собрал в течение, да, 10-15 минут, да, собрал? Вообще быстро, ребята. Вы знаете, я столкнулся, конечно, первый раз, вот, до этого много мебели собирал. Вы же кроватку собирали, с вами куда-то... Я, как бы, сюда сам собираю, ну, не хочу кому-то там доплачивать, то есть, если у меня руки, как бы, вроде, не из-за одного места растут, почему бы не собрать, как бы, тем более, весь инструмент у меня есть. Ребят, вот, я был поражен, насколько в Белоруссии трепетно относятся... В Белоруссии, в Белоруссии, да, как... В Белоруссии. В Белоруссии, в Белоруссии и в Белоруссии. В Белоруссии, ну, вы извините нас, да, ребят, если мы вдруг неправильно ставим где-то ударение, или что-то говорим. Как они трепетно все-таки относятся к мебели. Все, даже, понимаете, вот эти штапики, вот эти вот эти, как они называются, вот эти, и, ребят, знаете, ну, прям, вообще, отточены даже деревянные, знаете, со всех краев, они прям, пук, вставили. Я был удивлен, ребята, очень удивлен, насколько все, знаете, ровненько, все подогнано, все размечено, сколько там этих саморезиков, сколько всего, вот прямо по количеству, все совпадает, вот все совпадает. Короче, мы довольны остались. Инструкция, я даже вот раньше, да, собирал кроватку Масте, как бы, это не Руслая Славя. Вот, я это специально в Ютьюбе забивал, чтобы так было непонятно, у нас, кстати, ребята все заморозило, классно, зима пришла в город. Собирал по видеоинструкции, потому что там, вот, которая была бумажка, в ней было не разобрать, что надо куда. Там еще и сама кроватка-то большая, она была с ящиками вместе. Я тебе так скажу, что, вот, как я, собирая-разбирая, тут тоже, как бы, столик, он и частей много достаточно было. Понятно, нарисована инструкция. Для меня не надо было лазить в интернет, чтобы по инструкции собрать этот столик. То есть, мне понравилось, на самом деле, очень качественно, и у меня впечатление только положительное, именно, как сказать, от производства. От производителя. Да, от производителя. То есть, мы, скорее всего, будем у них мебель смотреть. И, знаете, ребят, толщина все-таки, и шпун, вот этот, ну, прям, вообще, красота. То есть, все-таки это, нигде клея никакого нету, все так красиво. Вообще, в общем, я, ребят, доволен. Так, мы подъехали к товарам Прикамья. Да, мы сейчас это здесь посмотрим. В товарах Прикамья, Марина говорит, очень много, как раз вот, ковролина, как раз этих повриков, и они шьют, это обметывают, получается, под вас. Мы здесь посмотрим цены, и, если что, мы, может, даже на рынок сходим, да? Да, Марина говорит, на рынке тоже, это, большие скидки вроде, кто-то договорился. В Яслих нас, как бы, ну, как везде собирают деньги, да, и воспитатели говорят, что необходимо в группу докупить. То есть, финансирование оно вроде есть, но детям, наши же дети ходят. Поэтому в той группе, в которую мы первый раз ходили, там необходимо было заменить коверы. У нас родители ездили, искали, и сказали, что на рынке вроде бы выбор побольше, размеры любые, и тут же обметывают. Мы сейчас посмотрим в магазине, а потом, если что, зайдем на рынок. Так что, ребят, не прощаемся. Пойдем посмотрим. А туда, наверное, самый старый магазин, да, у нас? Ну, после ЦУМа, наверное. Да, после ЦУМа, наверное, самый старый магазин в городе. То есть, я еще помню, в 90-е годы он работал. Решка ходит. Я думаю, что нормально будет. Нам островочек нужен. Нет, не больно будет. Что там? Ребят, ну что, мы довольны, как слоны. Тебе всегда, как слоны. Вообще. Вот, Марина, ты, конечно, хотела чуть-чуть подлиннее. Ну да. Но именно такого, именно такого не было чуть-чуть подлиннее. Я включил телефон, у меня там запись этого нашего столика. И прям положил этот, ну, как фотографию там, положил прямо на ковер вот на этот, который мы смотрели. Прям, ребят, вообще идеально вписался. Прям вообще красота. Это как раз, когда вот сейчас они на стенде лежали, с правой стороны, который. Светленький. Светленький, да. Потому что он подходит под стол. Вообще идеально просто вписывается. В нем есть коричневые, темно-коричневые вставочки. Это как раз под ручки на диване под венге. И он уходит плавненько такой в сероватый цвет. То есть как раз получается гармонирует. Представляете, вот все вместе нам удалось найти такой ковер, который прям... Единственное, он как бы светлый, я боюсь, что почковитый сильно. Ну, опять же, смотрите, какая ситуация. Мы шерсть настоящую не берем. Почему? Потому что у нас у ребенка аллергия маленькая. Ну, потому что, ну, как-то вот аллергии не поймешь как. Но вот если он на ковре у нас поелозится, вот именно щеками, да, полежит животом, у него на этом месте прыщики. Прыщики красные все сразу. То есть у нас настоящий ковер сейчас, который взял, он настоящий ковер. 16, все как бы натуральный. Натуральный, он дорогой, как бы хороший. Но вот такие проблемы у ребенка. Соответственно, мы сейчас вот, нам понравилось, сейчас здесь товар хуйками, цена понравилась. Потому что мы сегодня смотрели цену, во-первых, цена понравилась. Это у меня? Это у меня. Это у тебя? Ага. А когда списались деньги? Да. Во-первых, нам понравилась цена. Это раз. Во-вторых, понравилось отношение. Я хотел ковер там приподнять. Молодой человек говорит, ой, извините, извините, давайте я лучше это все сам делаю. Мы сами все поднимаем, сами разворачиваем. Вы только говорите. И он по этим коврам там бегал, бегал, выбирал. Мы ему говорим, вот этот. Он, да, бежит туда, лазит по коврам. Причем не только что он его достал, он принес на стенд для сравнения. Да, то есть. Ребят, просим прощения. Мне просто звонили на телефон, и из-за этого видео прервалось. Я не помню, на чем мы остановились. То есть, ну, в общем, нам понравилось обслуживание. То есть, клиента... Да, чтобы молодой человек не только эти ковры доставал, он их еще до стенд донес нам для сравнения, разворачивал. Вообще, красиво, конечно. Выбора очень много. И у них получается там обметка бесплатно. То есть, если вы будете из рулонов покупать ковер, то они говорят, что мы вам обметаем. Хочешь круглая, хочешь овальная, хочешь квадратная. Но мы квадратные не знаем. И все это бесплатно. И квадратная у нас прямоугольная получается. Но мы уже готовы взяли, получается, ковер. Мы хотели островок изначально. То есть, когда мы ехали... Саша придел. Да. Марина опять вот здесь понимает, у нас ситуация произошла. Вот ковер и все. Я говорю, да не нужен ковер. Ну не нужен мне ковер. Я уже вот... Я от него сейчас избавиться хочу. А он мне говорит, опять ковер. Я говорю, нам островок нужен для ребенка, чтобы ребенок мог как-то там побеситься, поиграть на нем. Ну как-то такой, мягонький. Ну и короче, мы сошлись. Мы взяли не как островок овальный, взяли такого же размера, но прямоугольный. Ну да. Ну не ковер уже. Не такой длинный, как Марина. Не большой. Да, ну как небольшой. Сколько получилось? У нас получилось полтора метра на метр восемьдесят. Ну метр восемьдесят. Ну практически два метра, да. Метр восемьдесят. Звучит вроде мало, а когда развернули, ну мне показалось, ну прям достаточно для ребенка. Ну сейчас мы дома померяем. Ну мне нравится, ребят. Я остался очень доволен. Я думаю, что это все в кадре будет. Попадает. Обязательно заснимем все это. И что я хотел сказать, что я хотел сказать. Что я хотел сказать. Цена. Цена, какая у нас вышла? У тебя чек с собой ведь? Два-триста что ли. Сейчас я посмотрю. Вот. Этот ковер можно стирать. Мы что хочешь с ним делать. Там потому что было несколько коверов. Он нам сразу объяснил, что вот этот стирать нельзя. Там подклад какая-то. Этот там тоже с ним что-то делать нельзя. Это что-то. Но у нас, ребят, сразу была задача не оборачиваешься на какой-то ковер. Вышло у нас два шестьсот семьдесят пять. Так, чтобы человеку, наверное, просто подстрелил. Раз, служили, вязала на нас. Сегодня, ребят, видимо, день звонков. Со всех сторон мне звонят. Просто день получается. Хотя, вроде выходной день. Сейчас надо съездить другу помочь. С этими антеннами, которыми я рассказывал раньше. На роутер. Сейчас мы поедем, устанавливаем. Ты их не выложил. Рассказывал раньше, но ты их не выложил. Не выложил, да. Ну, я же... Ну, да, ребят, мы в будущем видел точно. Я их не выложил. Ездили, мы покупали усилитель сигнала на Wi-Fi. Так что, ребят, вот такие ситуации. Мы сегодня довольны снова покупкой. Всем всего хорошего. Не болите, не кашляйте. Погода, смотрите, какая обманчивая. Но у нас в Перми все-таки пришел на розницу небольшой, да? У нас подморозило, но снега не так много. Ну, такая погода мне нравится, ребят, когда нету сляканье сильное. Влажность не такая сильная, как при тепле. Сколько у нас? Минус один? Да. Ну, хорошо молодец. Все подморозило. А то каша, это мне вообще не было. Ну, все. Всем пока-пока.